В тот злосчастный год, сирень за окнами милого, уютного загородного дома, пахла как никогда. Этот запах поистине дурманил, и Наталья застыла у окна с чашкой горячего капучино, который несла своему любимому мужу Николаю. Девушка засмотрелась на соседского пса, который то и дело пытался украсть со стола что-нибудь вкусненькое, пока пожилая соседка сервировала стол. Она только закончила печь свои фирменные пироги и собиралась заманить мужа на кухню. Наша героиня знала, как побаловать мужа, и очень любила это делать. Это были его любимые пироги с вишней. Обычно Николай, как только слышал запах из кухни, сам бежал и спрашивал, когда же они будут готовы. Но в этот день так не произошло. Когда Наталья спросила, в чем дело, муж ответил, что неважно себя чувствует. Прошло два года с тех пор, как молодые отпраздновали свою свадьбу. Впереди они видели прекрасное будущее с белым забором и лужайкой, на которой играют их счастливые дети. Незадолго до этого дня Николай прошел медицинское обследование для очередного рейса в море. Он был старшим механиком и жена безумно им гордилась. Семья мечтала, что со следующих заработанных денег они починят крышу и начнут обустраивать детскую комнату. Пара давно мечтала о ребенке, но денег едва хватало на них двоих. Внезапно на телефон Николая поступил звонок из клиники, звонок, который разделил их жизнь на до и после. Предлагаем вам посмотреть эту видео историю или же дальше почитать этот рассказ. Долгих и мучительных пять лет Наталья и Николай жили в страхе и боли, которую принесла в их дом никому неизвестная болезнь. Врачи не давали шансов, целители разводили руками. Но молодая пара не покидала надежд спасти супруга и вернуть былые светлые дни в их уютный пригородный дом. Очередную бессонную ночь Наталья коротала в интернете. Пересмотрев миллион пабликов и отзывов ее взгляд, зацепил отзыв о, так называемом, шамане сон. Наталья, начитавшись позитивных историй, тут же побежала к мужу и начала его будить. «Мы обязаны поехать туда, Коленька. Выезжаем завтра утром и я не принимаю никаких возражений», воодушевленно произнесла девушка, еще не догадываясь в какую интересную игру с совестью, и самим Всевышним она решила вступить. «Наташа, это очень далеко», возразил Николай, «я боюсь, что мой организм не в силах преодолеть, такой сложный путь и тебе придется не сладко в случае, если в дороге со мной что-либо случится. Нет, родной, у нас не осталось больше никакой надежды, мы обязаны использовать этот шанс». Люди на форуме писали, что благодаря учению этого шамана они сохранили своих близких. «Нет сил тебе перечить, дорогая», — ответил Николай и, вздыхая, повернулся к стене. Наталья вскочила с его кровати и начала собирать вещи в дорогу. Уже в 4 утра в полном вооружении еды, чая в термосе и теплых вещей она подняла мужа и неторопливо посадила в машину. Заведя мотор своего старенького «Жигули», ребята выдвинулись в путь, который составлял 6 часов, не самой приятной дороги. Асфальт на пути к известному шаману практически отсутствовал и создавалось впечатление, что эта трясучка не закончится никогда. Наталья то и дело поддерживала мужа рассказами о том, как они сейчас извлечатся и начнут свою новую прекрасную жизнь. Еще пара километров, и впереди себя Наталья и Николай увидели тот самый, описанный на форуме необычной архитектуры дом. Он был похож на большой эллипс, который светится неоновым светом. Вот уж странно, правда милый. Удивленно спросила Наталья, я всегда думала, что шаман это человек, который живет в трущобах, обвешанных травами и крыльями летучих мышей. Никогда не видел ничего подобного. Добавил Николай, как только их машина приблизилась к высокому забору, произнес голос как из ниоткуда. Рады приветствовать вас Наталья и Николай, мистер Сон ожидает вас. Как вы знаете наши имена, я не записывалась на прием, как это возможно, произнесла Наталья. Вы прибыли в нужное место, мистер Сон готов принять вас, повторил голос молодой девушки. Откуда он доносился ребята так и не поняли. Неспешно Наталья завела мотор, и они продолжили свой путь по весьма инновационному поместью таинственного шамана Сон. Необычные строения и архитектурные решения попросту поражали взгляд. Молодые люди не могли поверить собственным глазам. Проехав еще 500 метров, разглядывая каждую мелочь во дворе, ребята приблизились к стеклянной двери. Добро пожаловать, снова произнес голос молодой девушки. Дверь открылась. Николай и Наталья переступили порог. Комната, в которую они попали была настолько белая, что резала глаз, белые стены, мебель, лестница. Прошу следовать наверх, произнес уже знакомый голос. Николай крепко жимал руку супруги, и молодые неспешно поднялись наверх. Второй этаж мало отличался от первого, за исключением огромного экрана расположившегося в самом центре комнаты. На экране было изображение силуэта в черном балахоне. Молодые люди крепко жимали руки друг друга, муж чувствовал затрудненное дыхание жены, и пытался контролировать ее дрожащее тело. Рад приветствовать вас Николай и Наталья. Произнес очень низкий, и не менее пугающий, чем общая обстановка, голос. Молодые не могли произнести ни слова в ответ, и не были уверены нужно ли. Я знаю о вашей болезни, переживаниях и намерениях. Продолжал говорить силуэт из экрана. Я знаю какой непростой путь вам пришлось одолеть, чтобы попасть ко мне. И мне известно какой непростой период вы проживаете, последние пять лет. Меня зовут Шаман Сон, и первое что я хочу сказать вам, что я не могу вылечить вашу болезнь. Молодые люди то и дело переглядывались, отчаяние и надежда одновременно то и дело мелькали, и изменялись в их глазах. Но у меня есть для вас весьма интересное предложение. Продолжил Шаман, я могу сделать так, что вы всегда будете иметь возможность видеть друг друга даже с того света. Вы бы хотели иметь такую возможность. Конечно, спешно ответила Наталья. Видите ли, Всевышний не терпит, когда кто-либо меняет его планы. Потому я не имею права мешать его замыслу. Есть судьбы, которые предопределены и даже я не вправе это изменить. Именно для таких душ я создал нечто великое. Благодаря моему изобретению, вы всегда сможете видеть друг друга по видеосвязи. Этот телефон никогда не разрядится, и в любую секунду у вас будет возможность видеть друг друга. Также вы имеете возможность не прекращать связь сколько угодно. И Николай сможет быть живым в вашем телефоне. И в данный момент я с вами разговариваю совсем не с этого света. Вы готовы использовать эту возможность? Медленно и пугающе спросил Шаман. На похоронах мужа жена положила в гроб телефон, когда раздался видеозвонок, она ужаснулась. Да, я готова на все, ответила Наталья. Я вынужден попросить свою плату, продолжил Шаман. Наталья, взамен я попрошу душу вашего ребенка. Но у нас нет детей, ответила девушка. Если у вас когда-либо будет ребенок, я сразу заберу его себе. Девушка задумалась на секунду, в ее голове тут же пронеслись мысли о том, что она планирует доживать жизнь со своим супругом по видеосвязи и покорно ждать, чтобы воссоединиться на небесах со своим возлюбленным. Оценив все, девушка произнесла. Я согласна на ваши условия, господин Сон. В метре от молодых резко выдвинулся белый ящик, в котором лежали два вполне современных и ничем неприметных смартфона. Возьмите эти телефоны, произнес Шаман. Один из них положишь к мужу, когда настанет его час, а час близок. Без капли жалости произнес Сон, вступайте. Договор уже вступил в силу. Молодые люди растерянно направились к машине, разглядывая новые гаджеты. Чего только не происходило в голове этих людей. Мысли путались и сменялись одна за другой. Молодая девушка успокаивала себя, что муж вполне может еще долго прожить. А когда настанет час, то она всегда сможет его видеть. И что ее радовало, так эта мысль о том, что их гарантия совместной вечности ничего для них не стоила. Но у Всевышнего были свои планы на эту семью. Как собственно и у самого мистера Сон, или как его еще называют, Сатана. На половине пути домой, с Николаем случилось непоправимое. Наталья сильно горевала и спешила организовать прощальную церемонию. Она не могла дождаться, когда она получит заветный звонок. Как только все закончилось, девушка поспешила домой все время, теребя свой смартфон. Она не могла дождаться звонка, увидеть мужа с того света, задать ему самые необычные вопросы и хоть немного заглушить свою утрату. Девушка понимала, что теперь ей придется учиться жить совсем по-новому. Всю ночь Наталья просидела не отводя и взгляда от телефона, но он все не звонил. День сменялся новым днем, и молодая дама совсем отчаялась. В голове она готовила план, как она поедет к шаману и выяснит причину, от чего он ее обманул. Девушка подозревала, что план не сработал, так как она не расплатилась. На сороковой день, девушка была абсолютно подавлена и собиралась в дорогу к шаману. Но вдруг на столе завибрировал телефон, Наталья задрожала от страха и подбежала к столу. На экране была надпись САТАНА. С трудом пытаясь держать эмоции, рожащими руками девушка смахнула вызов и увидела шамана сон. «Поздравляю вас, Наталья, в вашем теле бьется новое сердце и это сердце принадлежит мне». Короткие гудки. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.